Сегодня вы увидите сборник аварий и повреждений в шести мобильных играх. Получилось очень интересно, будут разные реалистичные аварии, будем скидывать машины с горы, сбивать их поездами и так далее, а вы пишите в комментариях, насколько это реалистично. Начнём с этой игры, у нас тут есть вот такой вот поезд, водитель семёрки очень спешит, ему нужно как можно быстрее приехать, и тут как раз железная дорога, по которой ездит поезд. Светофор показывает, что поезд уже едет, и всем водителям как бы нужно остановиться. Но не тут-то было, водитель очень спешит и думает, что он успеет проскочить перед поездом. Вот он хочет проскочить, но он не успевает, и поезд врезается в машину. У нас двери отпадают, капот, бампер, и вот что осталось от машины, большая часть удара перешла у нас именно на боковую часть. Следующая авария произошла уже с Нивой. Обычная семья едет по своим делам, вот так вот всё хорошо едет, но тут в один момент машина глохнет, прям на железнодорожных путях. В салоне все сидят в шоке, не понимают, что им делать, потому что там уже движется поезд, и вот они сидят, не понимают вообще, что им делать, в полном шоке сидят. Поезд уже едет, прям на машину. Уже слышен вот этот звон, что поезд приближается. И тут... Отлетает у нас багажник, и потом машина улетает в кювет. Ну слушайте, у нас тут большая часть удара перешла на багажник, по идее у нас пассажиры остались живы. Будем, конечно, на это надеяться, переходим к следующей игре. А следующая авария произошла с вот такой вот Нивой. Она немножечко странная, потому что водитель был пьяный, и вот так вот на этом Нивасике пьяный водила поехал по железнодорожным путям. Вон там уже едет поезд, и сейчас он его собьёт. Вот это Ниву просто выкидывает с под поезда, вы видели? Ниву просто перевернула, расфигачила. Но, кстати, водитель остался жив, что очень даже хорошо. Не, ну это было достаточно интересно, давайте посмотрим, что будет в следующей игре. А тут у нас обычный пацанчик застрял на этих самых путях. Но он не дурак, он взял и вышел из машины. И просто посмотрел, как его машина улетает от удара с поездом. Вот очень хорошо, что он додумался выйти из машины, потому что самой машины уже нет. Переходим к следующей игре. А тут у нас обычный пацанчик едет по своим делам, потом ему кто-то звонит или ещё что-то. В общем, он отвлекается, не видит поезд и продолжает дальше ехать. Машину просто раздавливает, разминает, как пластилин. Не, ну это реально интересно было. Погнали, посмотрим, что будет в следующей игре. А тут у нас обычная семья едет в другой город, ничего не предвещает беды. И вот они подъезжают к железной дороге, это как раз пересечение городов. Только подъезжают, поезд уже начинает ехать, а светофор ещё не загорается. И вот они просто вот так вот едут, а потом происходит следующее. Так, ну с поездом понятно, а теперь давайте сравним повреждения в мобильных играх с реальной жизнью. Интересно, что получится. На первой фотке мы видим разбитую ладу приору. Я знаю, что в тот день дорога была скользкой. Тоже день у нас не особо жёсткая, давайте посмотрим, что будет в игре. Так, пацаны, мы в игре, сейчас я выезжаю в дорогу на своей приоре. Ну что, приора, заждалась меня, так давно она тебе не ездит, уже забыл, как кататься. Ой, блин, чё-то сегодня такая дорога, это скользкая, может, не надо было ехать. Ай, ладно, надеюсь, ничего такого не произойдёт. О, блин, а её вообще на дороге не держит. Заносит, заносит. Вау, эта игра очень хорошо себя показала, повреждения очень даже похожи на реальную жизнь. Но всё же это не идеально, давайте посмотрим на следующую игру. А в следующей аварии Нива врезалась в ладу вест. Я знаю, что они ехали друг на друга, давайте посмотрим, что будет в игре. Семья, сегодня мы отправляемся в поездку. Ура, наконец-то, я так этого ждал. Только будьте послушными, окей? Так, семья, сейчас в поезд уйдёт, и тогда мы сможем ехать, хорошо? Да, папа, хорошо. Ну вот, дети, поезд ушёл, теперь мы можем ехать. А на следующей фотографии мы видим 99-ку, которая влетела в КамАЗ. Я знаю, что её просто занесло, и она выехала на встречку. Давайте посмотрим, что будет в игре. О, тут ямка на дороге, так, надо сейчас её как-то аккуратненько объехать. Ой-ёй-ёй-ёй, заносит, начинается. Эх, опять работа, опять одно и то же. Вот уже по скрибу отпуск дали, ещё пару дней осталось. Э-э-э, чё за дебил там летит? А на следующей фотографии мы видим шестёрку, которая влетела в стол. Эй, деда, а научи меня водить машину, пожалуйста. Ох, внучок, ну давай расскажу. Вот это педаль газа, вот это сцепление, понял? Да-да, понял, деда. Эй, ты куда плёшь? Я же ещё про тормоз тебе не рассказал. Эй, ты чё меня тормозом назвал? Да не ты, тормоз, это педаль такая. Чё, я тебе педаль, по-твоему, аааа? Вот эта авария получилась очень реалистична. Честно говоря, от этой игры я такого вообще не ожидал. Двенашка врезалась в жигу. Судя по всему, она неправильно поворачивала. Смотрим на игру. Ну чё там, все собрались. Да-да, выезжаем. Не, ну мы уже тут на улице, как читавская 5. О, так я тоже на улице этой. Тут какой-то дебил неправильно поворачивает. Э-э, в смысле, так это ж я. Вау, по-моему, эта игра сегодня больше всех похожа на реальную жизнь. У нас очень реалистично. Жига помялась, двенашка. А это всё потому, что в этой игре присутствует физика мягких тел. Вот такое точно лай. У Камри расхреначился перец. Честно говоря, я не знаю, как это произошло. Честно говоря, реально я не знаю, как это произошло. Поэтому разгоняемся и влетаем вон то здание. Ничего себе, это что за массовое ДТП. Интересно, что в игре сейчас будет. И у шашки в городе туда-сюда. Вот эта скорость, блин. Ой-ой-ой. Ой, блин, так там пробка спереди. Там пробка, блин, что делать, как тормозить. Мы видим разбитую ладу в Весту. Скорее всего, водитель превышал скорость. Давайте посмотрим, что будет в игре. Блин, мы опаздываем, но надо теперь как можно быстрее приехать. Милый, ну может не надо догнать? В смысле не надо? Так нам же успеть нужно. Милый, ну ты 220 едешь. Что, какие 220? А, ой, 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 блин, блин. А следующая авария, это просто жесть. Пазик вылетел с дороги. Делаем в игре. Передаем за проезд, передаем за проезд. Следующая остановка, улица как Читавская. Ох, так уже на этой работе устал. Поскорее бы вернуться домой. А на этой фотке мы видим разбитую полицейскую приору. Повреждения уже намного жестче. Давайте посмотрим, что будет в игре. Прием, прием. У нас тут порядок нарушают. В общем, начинаю погоню. Вас принял. Скоро поступят подкрепления. Блин, они прямо за нами гонятся. Код 3, код 3, преследуем нарушителей. Блин, что делать теперь? Ай, ладно, давайте попробуем секретный план. Внимание, нарушитель подбил автомобиль полиции и скрылся. Мы потеряли его. Девятка врезалась в столб. Скорее всего, водитель был пьяным. Эй, деда, ты зачем столько пива выпил? Да меня вообще не берет. Я прямо еду. Деда, деда, ну ты же не совсем прямо едешь. Да все ровно, че ты... Деда, деда, там столб. Эй, че, какой столб? Столб, говори, столб, говори. Столб, говори. Столб, говори. Десятка врезалась в Ниву. Столкнулись и не прямо лоб в лоб. О, Толян, смотри, какая там тачка прикольная. Э, Антоха, не отвлекайся. Че говоришь, Толян? Не отвлекайся, говорю, на дорогу смотри. На этой фотке девятка просто влетела в подъезд. Наконец-то выпросила своего бати девятку порубить. Да, кстати, неплохая тачка у моего бати. Аккуратно надо есть. О, давай еще под подъездом своего друга проеду. Типа, я такой крутой, это моя новая машина. Эй, Толян, смотри, какую тачку... Офигеть, в этой аварии сразу три машины влетели друг в друга. Интересно, че в игре будет. На этом воду мы видим разбитую ладу весту. В реальности это выглядит вот так вот. Давайте посмотрим, что будет в игре. Так, мы в игре, сейчас я выдвигаюсь в дорогу на своей вести. Надеюсь, мне ничего не помешает. Такой сегодня хороший день, надеюсь, его ничего не испортит. Ой, погоди-ка. Погоди-ка, а че моя машина не тормозит? Э-э-э, она продолжает разгоняться. Тормоза не работают. Блин, тормоза отказали. Блин. А в следующей аварии это просто безумие. Две машины врезались лоб в лоб. Повреждения уже намного жестче, делаем это в игре. Папа, папа, а ничего, что ты пьяный за руль сел, так же ж нельзя ездить. Та ничего страшного, думаю, доеду и все нормально будет, не кипишуй. Ну вот, видишь, спокойно себе едем, все нормально, ничего такого, ой. Блин, блин, так я навстречу бы. А в следующей аварии это просто жесть. У Жиги снесло полморды. Эй, пацаны, давайте пока мой батя спит, на его Жиги покатаемся. О, круто, давайте. А кто-нибудь знает, как машину водить? Там газ нажимать нужно. О, да, нажал и она поехала, круто. Ага, а потом что? А потом не знаю. Эй, эй, в смысле не знаешь, как остановить машину? На этом фото Пазик просто раздавил встречную машину. Эх, обычный рабочий день, так скучно на этой работе, просто от остановки к остановке ездить, так уже надоело. А это кто еще такой? Эй, блин, блин, а так он на меня летит. А теперь давайте узнаем, каков шанс выжить в этих самых авариях. Начнем с этой игры. У нас тут есть вот такая вот Жига и обычный пацанчик Толян, который решил с друзьями на этой Жиге подрифтить. Они вот так вот себе спокойно дрифтуют, ничего не предвещает беды, как тут в какой-то момент они не вписываются в поворот и машина вылетает с дороги. А следующая авария произошла уже с Нивой. Обычная семья едет по своим делам в другой город, все хорошо, ничего не предвещает беды, как тут навстречу выезжает другая машина. Папа пытается каким-то образом вырулить, в салоне там все сидят в панике, не понимают, что им делать, потому что вырулить у папы, понятное дело, не получается. Ну и в общем, они врезаются. Так, ребят, а в следующей ситуации у нас водитель очень спешит, ему нужно как можно быстрее приехать. Но не тут-то было, вместе с ним еще и мчится поезд. И тут водитель уже приближается к ЖД путям, не видит поезд и продолжает себе ехать. Поезд такого, конечно же, не прощает и врезается в машину. А сейчас будет очень интересно, потому что следующая авария произошла с вот такой вот буханкой. Мужики выезжали на охоту, как обычно, но, видимо, они были пьяными, поэтому не заметили, что они сильно превышают скорость. И вот уже приходит время тормозить, как бы скорость сидела, но не тут-то было, пьяные водители так не думают, поэтому они на своей буханке успешно улетают в обрыв. Следующий случай получился очень интересным. Папа со своим сыном выдвигались дорогу на вот таком вот крузаке. Все было спокойно, ничего такого не было, просто ехали себе, но сын постоянно отвлекал своего папу, поэтому он никак не мог сосредоточиться на дороге. Но и вот сын в очередной раз отвлекает своего папу, и тот не замечает, что выезжает навстречу, где уже происходит столкновение. Не, ну это всё, конечно, понятно. А теперь давайте посмотрим, что будет, если скинуть машину с горы в этих самых играх. У нас тут есть вот такой вот огромный смертельный спуск с разными всякими препятствиями. Нам нужно доехать до финиша, но не тут-то было. У нас отказывают тормоза. Водителя пускай будут звать Толян. Толянчик сейчас в полном в шоке сидит, не понимает, что ему делать. Сейчас тормозов у него никаких нету, но мы-то с вами всё понимаем и продолжаем движение. Вот тут вот такой вот трамплинчик, аккуратненько подпрыгаем. Колесо отлетело, второе колесо отлетело. Как мы дальше ехать будем? А вот так вот и будем без двух колёс. Толянчик, ну там ещё вторая ямка. Держись за кресло. Бам! Всё, капец, машину как пластилин сминает. Её прям куда-то кувыркает. Не, ну это реально прикольно было. Интересно посмотреть, что будет в следующей игре. Зашёл я, значит, в вас краш-тест. Ой, как сейчас будет интересно. Вы посмотрите просто, насколько здесь огромнейший спуск у нас. Не знаю, получится ли у нас дойти до конца. Мы начинаем движение. Ой, чё, сейчас будет просто. Не знаю, дойдём ли мы до конца сегодня вообще. Но будем, конечно же, на это надеяться. Толянчик уверенно идёт. Так, аккуратненько, просто на спокойном едем. У нас там отлетают всякие части машины. А нам пофиг, мы продолжаем. Пацаны, мне кажется, или мы почти доехали. Я думаю, это повод развернуться уже. Там совсем чуть-чуть до финиша. Не разбивайся, пожалуйста. Не, ну это реально интересно было. Погнали к следующей игре. В этой игре у нас есть два спуска. Начнём, как всегда, с лайтового. Потом перейдём к более жёсткому спуску. Ну, в принципе, смотрите. Тут не так уж и сложно проехать. Главное, аккуратненько вот эти вот ямки объехать. И всё будет хорошо. Не-не-не-не-не-не-не. Только не в дерево. Только не в дерево. Блин. Так, всё, смотри, доточились. Давай, Толянчик, до конца топи. Всё, машина переворачивается. Угашивается там. Вот Толянчик, наверное, там в салоне кувыркается. Но мы всё же доходим до финиша. Следующий спуск у нас более опасный, более смертельный. Потому что у нас тут всякие разные ещё препятствия при этом добавляются. Вот, например, вот такая вот водичка. Которую мы благополучно проскакиваем. И, ой, там пол машины отлетела. Так, ну мы продолжаем. Всё-таки она ещё едет как-нибудь. Вот тут продолжаем путь. Оба-на! Аккуратненько. Да, мы доезжаем до финиша. Всё, мы на финише. Погнали к следующей игре. Следующая игра у нас Тинди Кардрайв. Она прям в точности как Бимка. У нас даже вот этот пикапчик из Бимки тут есть. Так, начинаем наш спуск. Толянчик, ты там особо не переживай. Катимся по горе. Колесо отпало. Двери пооткрывались. Там вообще от машины уже почти чуть не осталось. Она уже такой прям просто ком. Просто ком катится. Ещё там поотпадали части. Что там вообще может ещё отпадать? Ещё два колеса. Уже без колёс машина. Это я замедление времени поставил. И потом всё же он доезжает до конца. Но я знаю, что там Толянчика уже, наверное, и нет. Есть ещё такой же пикапчик, но только оффроуд. Видите, он немножко по-другому сделанный. Пробуем на нём скатаемся. А он, слушай, уверенно едет. А ну-ка, посмотрим, как он приземлится. Ставим замедление времени и будем смотреть сейчас, как он приземляться будет. Оп, колесо отпадает. Менётся. Посмотрите, там полностью штука задняя отлетела. Вот это колесо вот так вот прикольно крутится. Офигеть, что от машины осталось. Блин, это реально бимка на телефон какая-то. И да, мы доезжаем до финиша. Жаль, конечно, что от машины осталось вот это. А следующая авария произошла в субботу, 7 октября. На часах было время 16.20. 83-летний водитель «семёрки» двигался вдоль автодороги Р-28. Скорость была приличная. В 16.45 на 64-м километре водитель в какой-то момент съехал по ходу движения в кювет и совершил наезд на придорожное дерево. Эта авария произошла 15 августа 90-го года. Виктор Цой попал в ДТП с москвичом 21.41. Цой выехал навстречу, где произвёл столкновение с автобусом. Давайте посмотрим, что будет в игре. В момент столкновения скорость с москвича 21.41, которым управлял Виктор Цой, была свыше 100 км в час. Есть очень много разных версий, как это произошло, но по официальной из них певец не справился с управлением. Авария произошла в Махачкале в субботу 20 ноября 2021 года. Блогеры хотели записать видео для Инстаграм, но врезались в отбойник. Давайте посмотрим, что будет в игре. Это ТТП произошло в окрестностях Калуги 21 октября 2012 года. Водитель Семёрки на большой скорости хотел выполнить манёвр, но потом произошло следующее. От страшного удара фура разнесла ВАЗ-2307 в клочья. Но самое удивительное, что водитель Семёрки чудом вышел. Произошёл утром 12 октября. В тот день водитель Лады Приоры выдвигался по Симферопольскому шоссе в Анапе. Но в какой-то момент Лада Приора выехала на полосу встречного движения. Момент столкновения был записан на видеорегистратор. А следующая авария произошла вечером 1 ноября в Краснодарском крае. Водитель Семёрки в этот день выдвигался в путь. На пересечении Лобинской трассы и трассы М29 водитель при выезде старостепенной полосы не пропустил фуру. По словам очевидцев, Семёрка в надежде выполнить поворот выехала на пересечение. И, видимо, ей не хватило мощи завершить манёвр, как тут её сносит фуру. Следующее ДТП произошло 1 сентября в городе Камышин. На часах тогда было время около трёх часов дня. Дорога была скользкой. Водитель 99-ки слишком сильно срезал угол поворота, поворачивал практически по встречке. В то время как водитель Нивы ехал вообще по центру. Виноваты оба. Следующая авария произошла в воскресенье 18 июля 2021 года. Авария произошла на улице Ленина в Южно-Сахалинске. Молодой парень, который не раз был замечен за опасные и быстрые езды с нарушением правил дорожного движения, в тот день выезжал в дорогу. Но потом произошло следующее. Выбросил ленты с шипами. Центр, сообщите тем, кто сзади. Внимание, подозреваемый лишил за шины. Центр, преследуй ещё одного 10-44. Папа, вырубил ему всё, теряя скорость. Диспетчер, внимание. Объект взят. Отличный эффициент. Остальные машины вернутся к патрулирую. На этом фото семёрка врезалась в стол. В реальной жизни это выглядит вот так вот. Давайте посмотрим, что будет в игре. Наконец-то обновил свою семёрочку. Вон там она стоит. Я так долго ждал, пока я там в сайлоне тюнинговали и всё вот это делали. Семёрочка, думаю, тоже меня ждала. Так я в неё сажусь. Сейчас буду очень жёстко наваливать. Во-во-во, вот это на топе. Давай ещё ручничок вот так вот аккуратненько прожимаем. Э-э-э-э, педали, педали. Да, в этой игре повреждения неплохие. На реальную жизнь более-менее похоже. Жаль только, что они отваливаются части кузова и так далее. Но давайте посмотрим, как покажет себя следующая игра. На этой фотке полицейская ДПС Приора вылетела с дороги. Скорее всего, она участвовала в какой-то погоне. В реальной жизни это выглядит вот так вот. Давайте посмотрим, что будет в игре. Эх, обычный скучный день на работе. Сейчас опять до конца дня буду сидеть в своей машине и никого не трогать. Стоп, а это кто? 10.44. Подозреваемый начинает уходить. Срочно вызвать подкрепление. Приём. Ещё раз повторяю, необходимое подкрепление. Приём. Выбросил ленты с шипами. Приём. Внимание, гонщик подрезал автомобиль полиции и скрылся. Мы потеряли его. Остальные машины вернутся к патрулированию. Вау, в этой игре повреждения уже очень реалистичные и на ту аварию из реальной жизни прям уже очень похожи. И это только вторая игра. Боюсь представить, что будет дальше. Не забывайте ставить лайк и подписываться. А на этой фотке Жига влетела в стену. Так, пацаны, вон там машина моего папы. Он мне разрешил покататься? Да-да, правда, честно разрешил. Покатаемся, поставим на место. Ничего не произойдёт. А зачем тогда ставить на место? Ну, это самое. Ну, так надо, да. Так, а как вообще машину водить? Кто-то знает? Я там помню, вроде газ какой-то надо нажимать. Ну, сейчас попробуем нажать. Ээээ, как остановить? Газ отвезти, придурок. Газ отвезти. А вот в этой игре уже конкретно всё реалистично. У нас даже двери ломаются, когда мы ударяемся в стену. Но больше всего меня удивило то, что тут присутствует анимация повреждения. Надеюсь, ты поставил лайк и подписался. Идём дальше. На этой фотке крузак врезался в столб. Кажется, я знаю, как это могло произойти. Папа, папа, ну дай порули. Нет, не дам, говорю, не отвлекай. Ну, папа, порули. Дай, ну дай, ну дай. А следующая фотка это просто шок. Буханка попала в ДТП и от неё почти ничего не осталось. Повторяем это вывод. Честно говоря, я вообще не знаю, как она умудрилась так разбиться, поэтому просто врезаемся в стену. На этом фото семёрка врезалась в столб. В реальной жизни это выглядит вот так вот. Давайте посмотрим, что будет в первой игре. Недавно купил себе права, теперь могу на своей жиге по городу кататься. Я вообще не знаю, как машину водить. Ну да ладно, разберусь как-то. Вот, вот эту педальку нажал и, видишь, машина поехала. Всё круто. Я думал, что это так сложно, но на самом-то деле всё просто. Видите? Эээ, машина продолжает разгоняться. Как её остановить? Куда нажимать надо? Как остановить? Быстрее! На этой фотке мы видим Весту, которая врезалась в столб. В реальной жизни это выглядит вот так вот. Давайте посмотрим, что будет в игре. Так, пацаны, сегодня едем к Михалычу. Новый год будем отмечать. Вон там стоит моя Веста. Уже, как видите, снежочек пошёл. Я вроде бы Весту свою подготовил к зиме. Там всё поставил. Надеюсь, ничего не забыл. Всё, сожжусь в неё. Вау, как Веста моя плавно идёт. Вообще кайф. Может, даже чересчур как-то плавно. А, точно, я ж резину поменять забыл. У меня там летний стоит, заносит. Фу, эта авария очень похожа на реальную жизнь. У нас так же самый бампер отвалился. Всё, тогда произошло. И это только вторая игра. Я боюсь представить, что будет дальше. На этом фото мы видим перевёрнутый уже гулик. Кажется, я знаю, как это произойдёт. Эй, Катька, ща трюк крутой покажу. Видишь, вон ту штуку? Да нет, это не опасно. Я ж профессионал. Смотри, щас покажу. Так, берём разгончик. Ой, чуть-чуть разгона не хватило. Мы падаем. Старая копейка врезалась в дерево. Повторяем это в игре. Эх, внучок. В моей молодости не было телефонов, смартфонов. Даже кукиса твоего посмотреть не мог. А как же ты тогда развлекался? Эх, как развлекался. Ща покажу. Ну только ты ж никому не говори. Никогда так не делай. А то скажешь, что дед научил. Смотри, оп, лево-вправо, лево-вправо. И машину носит. И все там в салоне кувыркаются. И оно так прикольно, в общем, выходит. Ой, внучок, ёппер СТ. Здесь мы видим приору, которая попала в ДТП. И от машины отвалился передний бампер. Повторяем это в игре. Так прокачал свою приору, вставил туда кучу всякого разного тюнинга. Ща сядем, обкатаем ее, как там надо. Во-во-во, вот это она быстрая. Смотри, как прет, прям как я хотел. Эх, тачку, конечно, хорошую я сделал. Надо только поаккуратнее ездить. Не хочу я разбить ее в первый же день. Эй, не-не-не-не, тормози. На этом фото шестерка врезалась в стену. Да так, что у нее аж полмашины снесло. В реальной жизни это выглядит вот так вот. Давайте посмотрим, что будет в игре. Так, пацаны, куда нам ехать надо? Налево или направо? Там же вообще вроде прямо. Да направо же. Нет, налево, говорю. Так быстрее, налево или направо? Нам поворачивать уже нужно. Налево, говорю. Ой, ну точнее направо. Нет, налево. Ну, короче, прямо наискосок. На этой фотке мы видим полицейскую двенашку, которая врезалась во встречную машину. В реальности это выглядит вот так вот. Повторяем в игре. Папа, а ничего же ты пьяный за руль сел? Вдруг нас гаичники остановят? Да брось, сынок. Я сам кого хочешь остановлю, блин. Ой, менты, держись, сынок. 10.42, этот парень не управляет. Э, не спитер, нам нужно еще послепление прием. Ща попробую обдурить его, я в другую сторону поеду. Папа, так это опасно. Ай, пофиг. Подозреваемый выведен из строя. Отличная работа в команде. Нива врезалась в дерево. Повторяем в игре. Папа, папа, купи чупик, там магазин рядом был. Не, сын, я не могу останавливаться, мы же по делам едем. Ну купи чупик. Ну у нас дела. Да подождут твои дела. Купи, 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 купи. Офигеть, Джиха, во что-то врезалась и аж полмашины помяла. Повторяем это в игре. Пацаны, я тут ролик на ютубе посмотрел и дрифтить научился, давайте попробуем. А это точно безопасно? Ну да, безопасно, садитесь. Чё-то мне как-то не верится, ты точно дрифтить умеешь? Да не сыт, держись за кресло лучше, смотри как дрифтить. Давай, давай, давай. Вот видишь, а ты боялся. Пока что эта игра лучше всех себя показала, потому что машина после удара прям как настоящая мнется, прикиньте. Кто согласен, ставьте лайк. А следующая авария, это просто жесть. Посмотрите, что стало с буханкой. Интересно увидеть это в игре. Чё говоришь, Толян, как рыбалка? Да нормально, удочки хорошие подобрали, столько рыбы наловили, вообще капец. Да на дорогу смотри лучше. Чё говоришь? На дорогу смотри, габарни. А теперь попробуем повторить не аварии с жизни, а краш-тесты. Давайте посмотрим, что будет. На этом краш-тесте проверяли, как приора выдерживает лобовое столкновение со стеной. В жизни это выглядит вот так вот, давайте посмотрим, получится ли повторить это в игре. Так, ну а с чем с карпаркиной? У нас есть вот такая вот приорка, я в неё сажусь, значит, и сейчас мы будем врезаться вон ту стеночку. Так, для этого берём разгончик, ой, чё сейчас будет, просто чё сейчас будет, бээм. Эм, я думал, будет как-то более зрелищнее. Так, ну что ж, делаем побольше разгончиков, бам, во, вот это уже оно, да, вот это уже прям похоже. Смотрите, весь удар принял о себя передний бампер и крыло, а водитель остался нетронутым. Наверное, поэтому её считают такой безопасной. На этом видео мы видим краш-тест, лады, весты и тоже испытания со стеной. В жизни это выглядит вот так, давайте посмотрим, что будет в игре. Так, ну эта игра так и называется, вас краш-тест. То есть у нас всё по этому поводу должно быть продумано. У нас даже те самые легендарные манекены тут есть, прикиньте. Так, ну что ж, повторяем, берём разгон 64 км в час, как в настоящих краш-тестах, там у всех одинаковая скорость, если что. Там замедление времени, сейчас посмотрим, что же будет, что же будет. А ну-ка, врезаемся, бам, ой-ой-ой, всё подлетало, офигеть. Ну чё, манекены, как вам краш-тест понравилось? Пока что эта игра лучше всех себя показала, но у нас ещё куча игр впереди, и я не могу представить, что там вообще может быть дальше. А это краш-тест Нивы, и она его не прошла. То есть в жизни машина максимально опасная, давайте посмотрим, что будет в игре. А игра называется у нас Simple Car Crash, и у нас тут тоже такой вот полигончик есть, вот такая вот Нива. Мы берём на ней разгончик, и так как она в жизни не прошла краш-тесту, наверное, тут она тоже будет опасная. А ну-ка, бам, ну смотрите, у нас перед почти полностью отпадает, оголяется двигатель. Я думаю, в жизни после такого удара могло бы даже что-то загореться, вот поэтому она и не прошла. А на этом краш-тесте у нас проверяли гелик, но тут у нас врезались в смещённую стену. То есть у нас удар был не на всю машину, а только на её часть, это намного жёстче, давайте посмотрим, что будет в игре. Игра у нас называется Beam, то есть как Beam Engine Drive, только сокращённое название сделает. Так, мы разгоняемся, наша задача попасть именно в часть машины, ставлю замедление времени, через секунду уже будет авария, блин, у нас 100 км в час машина едет. А ну-ка, бам, офигеть, ничего себе её помяло, посмотрите, у нас там вообще пол салона снесло. В принципе, очень реалистично, давайте посмотрим на следующую игру. А тут мы видим, как тестируют АКУ, и на удивление, эта малютка оказалась самой прочной из сегодняшних машин. Так, наша АКа уже разгоняется, прямо сейчас она врежется вон ту стеночку, которая там рядом стоит. Бам, просто офигеть, у нас так же само всё отлетает. Да, у нас реально передняя часть машины повредилась точь-в-точь, как в реальной жизни. На первом краш-тесте проверяли, как девятка выдерживает лобовое столкновение со стенкой. В реальности это выглядит вот так вот, давайте посмотрим, что будет в игре. Так, ну что ж, начнём с этой игры, у нас тут есть вот такая вот девяточка, и прямо сейчас мы будем врезаться вон ту стенку. Ой-ой-ой, чё сейчас будет, просто берём разгончик и бам! Бам! Вы только гляньте, у нас отпал вот так вот перед, отголился двигатель, но при этом сам салон остался целым, машина прошла краш-тест. Интересно посмотреть, что будет в следующей игре. А на следующем краш-тесте мы видим две жиги, и тут у нас уже был удар лоб в лоб, то есть две машины встали и друг друга въехали. В реальной жизни это выглядит вот так вот, давайте посмотрим, что будет в игре. Вот реально интересно, что сейчас будет, потому что у нас как бы лобовой краш-тест, такого ещё не было. Берём разгончика и врезаемся вон ту машину. Ставлю замедление времени, и прямо через секунду произойдёт удар. Бам! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, посмотрите, все детали кузова отлетают, двери открываются. Как же это эпично просто получилось. Получилось даже интереснее, чем в реальной жизни, серьёзно. Вот так вот все детали, всё поотлетало, машины прям реально очень жёстко помяло, я не ожидал, что прям так получится. Пока что эта игра лучше всех себя показала, но это ещё только начало, я боюсь представить, что будет дальше. А на этом краш-тесте испытывали пятёрку, и тоже испытание со стенкой. Кстати, справилась она довольно хорошо. В этой игре должно прям очень хорошо получиться, потому что тут физика реально хорошая. Ставлю замедление времени, и что же будет? Бам! Ой-ёй-ёй, как же это, кстати, реалистично было. Видите, у нас двери вот так вот помялись, вот так вот помялся перед. Да, машина, конечно, этот краш-тест не прошла, но физика тут очень реалистичная. Так, я взял жигу помощнее, чтобы у нас больше скорость была. Погнали, 160 километров в час мы едем. Ничего себе, что сейчас за удар будет? Бам! Офигеть, посмотрите, куда детали от машины отлетают. И вот, что у нас осталось от машины, ёпай, раз, это. На этом краш-тесте испытывали четырку, и она его не прошла. Машина максимально опасная. Испытание у нас было со смещённой стенкой, то есть удар приходил именно на часть машины. Пробуем в игре. Так, наша четырка уже разгоняется, наша задача попасть именно в часть стеночки, потому что у нас такой вот смещённый краш-тест. Уже вот-вот произойдёт удар, и... Мимо. Так, пробуем это ещё раз. Ох-ох-ох! Вот это удар, вы просто видели. Вот это её, конечно, помяло. Кстати, вот эти вот двери у нас повыламывались так же, как в реальной жизни. Игра показала себя очень хорошо. А этот краш-тест получился очень тарахим, потому что тут у нас испытывали ланд-крузер. Но, кстати, машина хорошо отработала удар и получила пять звёзд. Смотрим на их. Итак, в этой игре есть вот такой вот ланд-крузер, и давайте же проведём наш краш-тест. У машины отпал вот так вот прикольно передний бампер, но, кстати, двигатель не задела. Машина хорошо справилась. По-моему, она сегодня самая безопасная. Так, а теперь берём скорость побольше и... БАМ! Эм, ему вообще по барабану. Даже не знаю теперь, какую игру победителем считать. Поэтому пишите в комментариях, какая игра показала себя лучше всех. И если мы набираем 2000 лайков, то выходит вторая часть.